Привет, мои дорогие подписчики, а также друзья и просто гости моего канала. Я сейчас в Москве, нахожусь в Московской области, Щелковский район. У себя в квартире, которую я купил, заметьте, друзья, 5 лет назад. Как видите, не могу добиться сделать себе прописку, поэтому я, скорее всего, продам эту квартиру. Тут, друзья, балкон, ложе. Видите, да, такой вид? Там река Глязьма. Сказали мне, друзья, что я бомж, поскольку у меня есть практически не регистрация. Здесь вот такой вот зал, расходушка моя фирменная, на которой я валяюсь, сплю. Я уже не мылся неделю, не брился, не мылся, не подмывался, что оно плоняет мучевиной, жопа чешется. Тут у меня в пакете какашечки лежат. Здесь какашечки аккуратненько так упакованы, чтобы не воняли. Три пакета сразу. Надо все это вынести, хотя немного, потому что пошел не идет. И все-таки я поехал в свой родной город, я в Зинограде родился. Мне еще город сделали, это Славняка мне сделали в Воронежской области. Когда я уже, друзья, помирал, мне сделали эту прибивку. Друзья, думаю, видно, вот Синяк на руке, сюда мне делали от Славняка экстренную профилактику, 4 укула, когда я уже от него подыхал. Меня не хотят даже в мою Воронежскую родную больницу класть на обследование. То есть, говорят, само пройдет. Мы тебе прибивки в калорий, пройдет само. Но, друзья, если пройдет само, то это, к счастью, а если нет, то хотя бы у вас обо мне на память останутся эти видеоролики. Друзья, поэтому следите за своим здоровьем, по возможности здоровья. Не купишь ни за какие деньги. И тем более у тебя их нет, то это вообще жопа. Друзья, совсем забыл вам сказать, почему я все-таки решил продать эту квартиру. Кто-то наоборот покупает. У меня накопился блок 130 тысяч рублей. И она мне говорит, вот даю тебе пару месяцев, а если ты не решаешь финансовые свои проблемы, тогда тебе светит уколовшина тюрьма. Так что, друзья, если вам понравилось это видео, ставим такие вот жирные королевские лайки. Не забываем комментировать и подписываться. Привет, мои дорогие подписчики, а также друзья и просто гости моего канала. Канал для тех, кто еще не знает или забыл, он называется Жека. Я сейчас в Москве, нахожусь в Московской области, Щелковский район, у себя в квартире, которую я купил, заметьте, друзья, 5 лет назад. И до сих пор не занимался ремонтом. Ничего не делал. Почему не делал? Потому что я уже почти 5 лет не могу получить кадастровый паспорт. Купил я ее в начале 2014 года. А приехал регистрировать ее. Хотел право собственности в 2017 сделать. Мне сказали, что с 2016 года автоматом присваивается кадастровый номер застройщикам. А с 2014 по 2016 год они не обязаны были этого делать. И поэтому у меня его просто нет и не будет. И мне стоит пойти, друзья, в суд. Как они сказали, доказывать то, что я уступил квартиру, то, что я ее владелец. Почему я снимаю это видео? Да, просто вам показать, что это такая квартира, о которой я часто говорил в своих видеороликах. То, что у меня есть жилье в Москве, вернее, в Московской области. Но, в принципе, вы можете посмотреть. Опять же, я не бритый и не мытый уже неделю. Надо снять хостел и привести себя, друзья, в порядок. Но пока что я решил поснимать. Как мне тут недавно поликлиники сказали, у меня было подозрение на столняк. Мне сказали то, что у меня, поскольку сейчас нет ни прописки, ни регистрации. Но я, как видите, не могу здесь никак добиться сделать себе прописку. Поэтому я, скорее всего, продам эту квартиру и возьму какой-то вариант. Или подешевле, поменьше в метраже. Или просто отвожу свои денежки и буду копить на какую-нибудь квартирку получше. Сказали мне, друзья, что я бомж, поскольку у меня нет ни прописки, ни регистрации. И поэтому меня не могут принять. Я помирал две недели сначала в Воронежской области, где я был. Видео с котенком было. Он меня поцарапал. И, видимо, у меня, кстати, друзья, прививок не было с 2009 года. Прививок от столняка. От столняка, вернее. И, видимо, у меня вот такая вот беда случилась. То, что я от асфиксии уже отбрасывал коньки, можно сказать. Но, как видите, если будешь жить, выкарабкаешься. Да, вот так вот выкарабкаешься, друзья. Я пока что живой, общаюсь с вами. Надеюсь, в дальнейшем буду вас радовать своими видеороликами интересными, веселыми, а может даже и грустными. Так, мы от темы немного отошли. И все-таки я поехал в свой родной город. Я в Зинограде родился. И со второго моей поездки, моего приезда, все-таки я доделся с того, что нашли мою карту. Потому что я прикреплен к этой полислинике, к траппункту. Мне сделали прививку от столбняка. Ой, от бешенства. Мне еще курс делал. Это столбняка мне сделали в Воронежской области. Когда я уже, друзья, помирал, мне сделали эту прививку. Четыре, вернее, экстренная вакцинация. Хотя мне уже надо было лечить столбняк. У меня уже была вторая стадия заболеваний. Сколько я умирал, столько я... Пока мне хватало здоровья, изучал в интернете все... Как это правильно сказать-то? Ну, меня поняли, как бы, все диагнозы. И меня, дядя Алексея, сделал улучшить. У меня столбняк. Мне дали в траме. Я, друзья, тогда не мог, кстати, снимать. Потому что мне было не до съемок. Мне было до того, чтобы остаться в живых. Это как фильме адреналин. Мне там вообще дали того психологу, психиатру. Направление хирург, главный мне дал направление к психиатру. Я потом поснимаю, справочки вам покажу. Возможно. А, возможно, не поснимаю. Не знаю пока. Делать длинный ролик опять или короткий. Потому что многие из вас жалуются, что длинные ролики. А кому-то, наоборот, нравится смотреть целые фильмы. Поэтому, думаю... Ну, и, друзья, так вот. Приехал я сюда. И у меня здесь... У меня уже было для прививки одежды сделано. Курс 6 уколов. Сейчас 6 уколов. Не как раньше, если кто не знал, 40 уколов живут. Сейчас их 6 делают. Вот. И мне назначили курс прививок из 6 штук. Из 6 прививок, друзья. Сейчас даже я посмотрю, найду. Друзья, как можете наблюдать, мне сделали... Сейчас вам покажу, чтобы обидно было. 3000 МЕ. Это как пропилактика. Ой-ой-ой. Профилактика от столбника. Экстренная профилактика, да? А мне с моими уже... Как же это правильно? Опять я забыл. Видите, все из больной головы вылетело. Симптомами, вот, друзья, симптомами надо было. Или 50 тысяч МЕ, кто разбирается. Это детям обычно колет. Когда уже вторая стадия столбника. Даже при первой или третьей. Ну, последнее уже это все. Или 100, или 200 тысяч МЕ. А мне в кололе всено 3000 МЕ. Вот. Ну, вроде бы я... Ну, раз я это пока снимаю для вас, значит, организм немного борется. Вот где мне делали... Эти прививки. Эти прививки. Эту или эти. Вот. Ну, и от бешенства я вам уже показывал. Вот от бешенства. Мне заново начали делать. Уже... Из печати нет. На топ-карте уже в Москве. Ну, в Московской области. И, типа, от поликлиника. Друзья, поэтому следите за своим здоровьем. По возможности здоровья. Не купишь ни за какие деньги. Ну, и тем более у тебя их нету, то это вообще жопа. Вот. И денег можно заработать. У нас довольный здоровье, друзья. Его не купишь. Не купишь ни за какие деньги. Друзья, думаю, видно. Вот синяк на руке. Сюда мне делали от столбника экстренную профилактику. Четыре укола. Когда я уже от него подыхал. Это где-то неделю назад было. Видно, думаю, да? Вам всем. Блин, неудобно одну руку и снимать. Вот. И вот сюда. Ну, здесь, наверное, не видно из-за татуировки. Не от бешенства колет сейчас. Друзья, так как бы все дела мои обстоят. Даже фамилию неправильно написали. У меня Сапченко. Они написали Сапченко. Но это ладно. Сапченко более известная фамилия, чем Сапченко. Что еще вам интересного сказать? Ну, вот вы можете. Давайте я поснимаю. Друзья, можете за меня порадоваться. Поставить такой узеланный королевский лайк. Видите, я уже заикаюсь и не уговариваю. И комментарий обязательно поставьте. Что вы думаете вообще по этому поводу. Ну, и квартиру, давайте вам покажу, которую я собрался продавать. Наверное, многие из вас скажут, что я дебил, идиот, дурак. Но сейчас у меня ситуация с элементами. Я вахтовик. Вы знаете по моим другим видеороликам. И у меня на вахтах не очень. И у меня накопился долг, поскольку на вахтах не очень нормальные деньги платят. Вот. Я вынужден для вас снимать, для Ютуба. В надежде, что когда-нибудь я наберу достаточное число подписчиков, которые будут смотреть мои видео до конца, лайкать, комментировать. Хотя бы не до конца, но хотя бы до середины. Лайкать, комментировать. И хоть какую-то копейку я смогу себе на жизнь заработать с помощью Ютуба. Потому что я тут тоже очень много. Канал уже год. Очень много сил трачу на все это дело. Вот это вот свое хобби. Давайте, наверное, друзья, я вам покажу, что за квартира. Давайте, наверное, начнем с прихожей. Прихожая. Дверь, верни, железная. Здесь ванная. Думаю, не видно ничего толком. Но вот такая вот здесь обстановочка. Пусто пока. Трубы только одни. Никакого я ремонта не делал. Даже пока не нанимал штукатурок, да и не буду, наверное. Буду я ее продавать. Здесь комната гардеробная. Здесь вот такой вот зал. Расходушка моя фирменная, на которой я валяюсь, сплю, пока решаю дела. Мои вещи какие-то, с которыми я приехал. Это вот окно. Окно, друзья. Такой вот вид из окна уже на улице. Зима почти. Видите, да? Последние дни осени и начало зимы. Квартирку я, друзья, решил поснимать на память. Видите, я уже не мылся неделю. Не брился, не мылся. Не подмывался. Там упоняет мучевиной. Жопа чешется. Надо будет хостел. Хостел снять за 2 кировые. Хотят помыться, побриться и себя в порядок привести. Вот свинники тоже есть. Но им не до меня, как они сказали. Поэтому я на них не держу зла. Ничем не обязан, в принципе. Думаю, друзья, решил поснимать. Если бы я был такой напуфыренный, думаю, это бы не жизненно выглядело. И смысл вообще снимать. Надо снимать когда-то в самой жопе, а не когда-то уже вылез. Там можно уже другие темы немножко, друзья, поснимать. Я думаю, вы со мной согласны. Если согласны, ставьте такой ужинный лайк. И обязательно, друзья, обязательно пишите комментарии. Для меня это очень важно. И не забываем подписываться на мой канал. Совсем новый. И чем больше у вас будет, тем у меня будет больше стимула. Чего-то для вас, друзья, чего-то снимать. Я не стал фиксировать свет, потому что здесь светло-битемно. На автомат поставил. Поэтому прошу прощения, если где-то мигает картинка. А, кстати, тут вот у меня бутылочки, куда я писаю. Видите, сколько их много, я написал. Тут у меня в пакете какашечки лежат. Здесь какашечки аккуратненько, где-то упакованы, чтобы не воняли. Три пакета сразу. Надо все это вынести. Хотя немного уже пошел идет. Просто туалета, видите, нет. Друзья, вот я фонарик зажег на телефоне. Думаю, так лучше вам видно. Вот здесь вот я хотел. Это у меня, кстати, вот это зал. Всем видно, да? А вот это вот у меня комната гардеробная. Как это сейчас модно. Я, кстати, курю. Кто-то скажет, у него горит, что ли, квартира горит. Дым идет от сигареты. Не бойтесь за меня, друзья. Где Витя Голл садится из-за этого сраного ейбучего столбняка, которым я переболел, надеюсь, иду на поправку. Вот здесь я хотел сделать маленький такой кабинет. Типа вописа, чтобы поставить кресло крутое, компьютерное. Столик такой симпатичный. Может, какие-нибудь обои красивые или без обоев, не знаю пока. И для вас заниматься монтажом, монтировать новые свои видеоролики, которые я заливаю на YouTube и на другие сайты. Но, видимо, не судьба. Здесь у меня мусор. Кашечек нет. У меня тоже. Друзья, больше. Видите, да, вода питьевая. Кто-нибудь не будет знать, хотя там бычки, если бы не было бычков, напился воды. Вот этой вот чудо-воды. С моей пиписки, скажем так. Виски. Виски из моей пиписки. Тут, друзья, балкон. Ложа. Видите, да, такой вид. Там река Клязьма. Вот это вот вещи, которые надо будет перевозить. Или в съемную квартиру, когда я буду продавать. Если я все-таки ее продам. Или в Воронежскую область, в дом. В принципе, друзья, я думаю, вам все видно. Тут моя куртка так висит. Я тут тапочкой хожу. Друзья, совсем забыл вам сказать, почему я все-таки решил продать эту квартиру. Кто-то, наоборот, покупает. Давайте попробую, как и шо. Неудобно. Кто-то покупает квартиру в Московской области, в Москве, скупает даже квартиры. Потом их сдает или сам живет и работает в Москве. А я вот продаю, решил продать. Потому что я уже говорил, что у меня долг по алиментам накопился немаленький. И моя дорогая, любимая, привет тебе, кстати, Виолетка, Витка Дритка, вот так я назову, Задритка, подала на алименты давно еще. У меня сыну уже почти 14 лет. Вот, друзья, она подала на алименты. И я платил, платил, платил. А потом в один прекрасный момент, когда стал уртовиком, не смог вовремя платить. То зарплату задержит, то мало заплатит. А куча тоже что-то надо, на что-то жить. Вот у меня накопился блок 130 тысяч рублей. И она мне говорит, вот даю тебе пару месяцев, а если ты не решаешь финансовые свои проблемы, тогда тебе светит уколовочная тюрьма. Мне уже арестовали все счета в банках. То есть приставы названия будут целыми днями. И мы с ней пришли на компромисс. Решили, что я продам вот эту квартиру, покажу деньги в счет алиментов. Сумму, то есть задолженность свою, за этих денег. А та, может быть, еще ей нам денег, чтобы наперед выплатить. Там 5 лет еще раз встала, чтобы она больше у меня не канала. Или же, не знаю, я может комнату где-то возьму и просто покажу долг, и буду комнату сдавать ей как-то. Деньги эти будут идти на счет алиментов. Алименты у меня, друзья, почти 10 тысяч в месяц. Я просто не понимаю, то 12 было тысяч, потом 10 стало, потом 9. То есть наше государство как хочет, так и, так, наверное, уничтожает мужское население. Хотя говорят, рожайте, рожайте. Девушки рожайте лучше. Женский пол, дев, дочек, не рожайте сыновей. Потому что государство не думает о мужчинах в нашей стране, друзья. И тут то 9, то 10, то 12, то наоборот. То по возрастающей, то падает, то растет. То есть у меня накопилась как бы приличная сумма 130 тысяч рублей, которую я должен отдать. В кармане у меня пару тысяч рублей осталось. Вот еще сейчас какую-то работу, где платят в день. А пару номерков у меня уже есть, поскольку у меня прописки не регистрации. И из-за этого очень сложно найти какую-то работу. По сути, я бомж. И вот я вынужден продавать эту квартиру свою, которая мне от мамы досталась. Мама мне помогла ее купить покойной уже. Вы тоже знаете по моим предыдущим видеороликам, что бы гасить за должность. И как-то, не знаю, может камеру обновлю, что-то отложу. Поэтому, дорогие мужчины, подписчики, друзья мои, просто господа, не заводите детей никогда, если вы не уверены в девушке, что вы с ней всю жизнь проживете. Иначе вы кончите, как я, бомжом. В такой вот обстановке вы можете наблюдать. Но это я в отдельном ролике, друзья, обязательно вам расскажу. Так что, друзья, если вам понравилось это видео, ставим такие вот жирные королевские лайки. Не забываем комментировать и подписываться на канал, если вы еще не подписаны. И советовать его своим друзьям. Мне очень херново, я болел ужасно. До сих пор еще у меня отходняк после этого ступника. Это ужасная болезнь, никому не советую. Потом в отдельном ролике расскажу, вообще, как это появляется. Расскажу, как я прямо им заболел. И что с вами будет, друзья, если у вас не будет вовремя прививки от этой заразы. А будет с вами кран с детства. Я молился, вот видите, человек довольно набожный. У меня достаточно икон. Ну и на кухне иконы тоже, и в доме, и в больнице я... Это я в отдельном ролике расскажу, друзья. Даже скажу, что я поснимаю незаметненько, где я провел время, что со мной было. И расскажу, чтобы вы знали, какие это симптомы вообще и какие последствия могут быть после этой страшной болезни. Страстной даже, друзья. Она такая вот страстная. Поэтому я до сих пор не знаю, что со мной творится. Потому что я приехал в Москву. Как в фильме, повторюсь, адреналин. Если вы смотрели, там, Стекхем в главной роли. Ему яд вели, он дергает ищет противоядие. Также я сейчас бегаю сюда больницу, куда меня положат под капельницу. Прокапать. Но меня не хотят даже в мою, Снегиноградскую родную больницу класть на обследование. То есть, это само пройдет. Мателевские прибивки в колонии пройдет само. Друзья, если пройдет само, то это, к счастью. Если нет, то хотя бы у вас во мне на память останутся эти видеоролики, которые я с любовью для вас снимаю. А пока, друзья, давайте, наверное, прощаться. И увидимся с вами в следующем, в следующих, надеюсь, не в следующем, а в следующих моих видеороликах наших с вами, как я обычно говорю. Давайте, друзья, пока. Продолжение следует...